вышел маленько прогуляться проснулся спал в машине но гараж стоит на продажу охранник за некоторое количество зеленых американских рублей пустил помыться ну и довольно принципе хорошо да у меня продукты все с собой есть холодильник все дела гостиная своя своих размеров такие что вам не горюй ну и на том спасибо денег отдал немного так ну что ж друзья нахожусь я в городе ньюпортнефс по моему так он читать за н.е.w.s по-моему как-то так да вот ньюпортнефс но не ньюс ведь у меня есть груз время сейчас начало 5 сейчас пока позавтракаю кофеек чаек и надо будет собираться в дорогу так ну что я позавтракал я же говорил у меня кабинка мама не горюй да большая такая все классненько все хорошо все отлично так давай двигать в дорогу хорошего пути так вот так и вот так есть груз поедем в норфолк там такой серьезный груз и поедем дальше на зевер как я и вам так ладно все по насчет груза потом подольше попозже попозже все вам друзья расскажу в смысле стоп-стоп-стоп-стоп это вот эта кнопка которая у меня за бенди на на проблесковой маяке она за бенди на получается на внутренний свет и свет как будто не сверху как будто снизу где-то тут отсюда светится до лампа какая-то не вверху как обычно так ладно все поехали так 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 делаем все аккуратненько первая пошли так тише 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 на улице темень конечно непроглядная боле надо штору закрыть в комнате болячу фпс вообще просил так поверните налево чё за фигня с впс 37-39 готовьтесь к повороту налево поверните налево так раз назад все нормально с кабиной опять что блин такое то ничего не добавлял ничего дело почему тридцатка фпс то блин был уж все хорошо вообще никаких модов нету двигайтесь прямо ладно еще посмотрим что за фигня тридцать семь тридцать шесть футболизе затем повернется буху этот красный полить поверните налево так сорок один сорок пять пятьдесят но видать я видать как то в прошлый раз не обратил внимания но а не сейчас 56 60 все но как-то не обратил внимание видать в предыдущей серии что fps очень сильно садится в этом месте сейчас уже ровно 60 но у меня средний пока не блещет какой там сверх мощной мощностью такой да сука вот тварь же какая а вот что вот я перестроился и этому гандону тут же мне под бампер болеть понадобилось выйти сука вот сука сука то литературное слово сука сучка собака вот все это одно и то же ну как так то что заняли так вот полу 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 попарни держитесь правее затем съезд справа съезжаю сюда съезд справа так нам сейчас налево держите серии затем поверните налево к этому на красной можно налево подожди сейчас зеленый загорится поедем там товарищем то можно конечно на красный налево нам не надо нам прямо груст такой серьезный будет у нас кстати друзья у нас будет серьезный так а чё у нас тут не работают семафоры ладно едем дальше и раз правее затем поверните на право поверните на право валять фпс вообще конкретно садится вообще ничего не добавлял двигайтесь прямо поверните налево так мы приехали приехали на выкладку что у нас такое имеется сейчас давай посмотрим а что тут за фигоня такая ухи на выкладку ух тыж мне как раз сюда надо у меня здесь стоит сейчас карта кей докс map america 146 это большая сборка она собрана в один файл как ее поставить посмотрите видео по ссылке под моим видео и если вы хотите ее установить то под тем видео которое посмотрите под ним найдете ссылку эту карту значит для версии 146 должны быть все актуальные dlc здесь есть мексика очень хочу скататься коста кост вот эта часть потом канадрим и аляска так а нам надо ехать сюда вот у нас такая тарантаса так платят хорошо ох ты вес 55 то и 55 платит подожди нет 22 платит так за это 55 тысяч 115 пантов это около 25 тонн нормально в принципе так то если чё но мне максимально короткий прицеп нужен мне вот эти длинные истории с дополнен джипом на три оси здесь три оси и тут еще три оси мне это уйням уйня не очень меня радует есть такой 2 2 2 для этого веса этого вполне мать оси достаточно 2 3 опа так ну ка ну ка ну ка вот эта херня удлиняет очень сильно здесь 3 и тут 3 итого 9 здесь 2 и 3 дополнительно нету она и не нужна хорошо слушай красотечка давай-ка мы так сколько у нас тут вес сейчас подожди он походу не должен меняться 55 115 так тут по 3 по 3 по 3 ну зачем это нафиг надо да 2 2 2 ну и зачем когда можно водиться 2 3 всего лишь всего лишь 5 вместо 6 это друзья мои ничего еще 55 115 так 22 тысячи бакинских 826 так еще раз проверим был вот этот все поэтому берем максимально короткий прицеп друзья нафиг нам длинные вот эти сука сраные эти размеры зачем они нужны лучше 2 и 3 чем вот как вот этот вариант 6 тут 9 да получается и того 9 то есть весь груз на 9 осях либо здесь 2 2 2 и того 6 либо 6 получается либо 9 либо 5 длина то уменьшилась существенно а это при тех же деньгах это удобство управления друзья мои все с богом так подошвите что ты сука фпс что в рот бы тебя компота простите за ругательство так у нас там левый угол так у нас там левый угол да так 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 Так, главное аккуратно, друзья, чтобы, не дай бог, не сломать нахер ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем цеплять груз. Так, сейчас все проверим, зацепим. Серьезно, конечно, груз у нас... Груз дефолтный, у меня никаких модов на грузы не стоит. По большому счету, конечно, да, серьезно так выступает за габариты прицепа груз, поэтому я вообще не должен был бы его взять, мне не должны были его дать, потому что у меня нет табличек оверсайз лоуд. Так, подожди, ага... Так, сюда на растяжку... Серединообразно на растяжку хорошо... Хорошо... Но то, что не сфиксировано... А вот эта вот сцепка подвижная... Это плохо... Нет, так-то нормально... Вот этот груз зацеплен хорошо... Ну вот смотри, здесь написано оверсайз лоуд, да... Как вы вне даете этот груз, если у меня нет такой таблички, да... Скажем, к примеру, вот по дефолту могли бы сделать вот давно такую херню, что... Спешил транспорт по Европе, здесь вот оверсайз лоуд по мере контракт... Давно могли бы ребята с ССС такую херню сделать, и это 100% это не трудно... Если я выбираю этот груз, мне сразу предупреждение, вы не можете этот груз взять, потому что у вас нет сайна оверсайз лоуд. Купите его, и все будет четенько, да... Заехал в сервис, купил... Не надо его ставить, он мне нафиг сразу... Здесь же получается по игре, если я покупаю, я сразу его ставлю... Да мне он нафиг не должен, пусть он у меня будет, да... Пусть он там где-нибудь в бардачке лежит у меня, да... Заехал я, вот этот груз взял, по умолчанию сразу у меня встали флажки... Я их купил, да, конечно, заранее... Но их ставить не надо, они ставятся автоматически... После того, как ты зацепляешь груз оверсайз... Вот эта херня вообще непродуманная, я каждый раз об этом говорил... Но там... Ну понятно, что мои видео там в СС там никто не смотрит... Но там люди либо тупорылые, либо идиоты, сука, какие-то сидят, да... Либо, прости господи, еще там хер знает на что похожие... Ну как это вот... Кто мне вообще этот груз дал, когда у меня есть сайнов? Да похуй, поехали вообще, мне вообще насрать... Не хотите, как хотите... Я специально покупать вот эту херню я не собираюсь... Так, надо обязательно проверить нам навигацию, куда нас... Наша Галинка повела... Так... Из Нурфолка идем сюда... Выходим... А что, сюда пройти нельзя? Ага... Ладно... Понял... Сюда, сюда, сюда... Так... И пошли по Freeway сюда... Ехать-то в принципе так-то... Так-то если что, недалеко... Едем в Бостон... Так, еще раз уточним координаты... Значит, нам сегодня среда 6-10 уже... Утро... Так... Из Нурфолка выхожу... В Бостон... В Массачусетс... Так, сюда... Так... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла... Нас ждут в четверг... А завтра только что-ли... До 10-57 минут... Почти до 11 часов завтрашнего дня... То есть... Больше чем сутки мне даются на доставку... На 542 миль... Е-мое... Да в принципе так-то реально сегодня этот груз заставить... Будьте внимательней на дороге... Так, спасибо, родная... Ладно, поедем... Давай потиху... Поверните направо... Угу... Угу... Ой... Столбик, столбик... Сука! Приготовьтесь к повороту направо... Поверните направо... Так... Да шо ж такое-то, блядь... ФПС-то... Так, садиться, а... Тридцать два... И готовьтесь к повороту налево... И готовьтесь к повороту налево... Что за город-то такой, а? Поверните налево... Поверните налево... пипец какой-то приготовьтесь к повороту направо поверните направо опа 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 пардон бывает и так так давай 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 фпс ждем с зелененького вчера смотрел разные видео как народ путешествует по рекам на теплоходах у круизные теплоходы блин так прикольно слушай ну ну так получилось да вот ни разу я не путешествовал по рекам на теплоходе не маршрут выходного дня из перми ничего такого не было ни разу а честно говоря очень хотелось бы очень бы хотелось ну может мое не путешествие может не мое путешествие кто его знает так ведь ты ж пока не попробуешь не узнаешь но на мой взгляд вот маршрут выходного дня три дня две ночи стоит он этого нет я не знаю доказаний из перми держитесь левее затем поверните налево может кошмарней кошмарного путешествия никогда в жизни не видел но сто процентов это не так как то в школе еще когда учился были такие маршруты в выходной день в субботу сразу школ детей свозили на пиры первую и как то так у нас был теплоход я не помню какой может это был федор панферов может быть еще какой теплоход но это были восьмидесятые годы до значит что тогда я очень хорошо помню теплоход был на обслуживании то есть он был между рейсами и нас в коридоры никого не пускали там было все закрыто то есть мы могли только ходить по верхней палубе нет это был не федор панферов потому что у него солярийной палубы точно не было было по моему вот палуба где проводятся вот эти все дискотеки и место было там ограничено как бы только в конце теплохода ну я могу я могу путать да может быть у нас не было доступа на верхнюю палубу солнечная палуба может быть так слушай но мне понравилось большой такой теплоход из перми мы сходили до до закамска где-то так вот и назад но все равно такая баржа такую сука такой здоровый такой классный блин мне тогда так захотелось отправиться в дальнее какое-то вот путешествие в дальний круиз на этом теплоходе там тогда были это вот восьмидесятые годы были дорожки были ковровые вот эти в коридорах постелены держитесь левее блин мне это так понравилось так захотелось блин и куда-то сходить на таком теплоходе я думаю мне понравится недавно смотрел тоже видос один муж женой в годах где-то им старше 50 лет обоим они не называют свой возраст но стопудово значит они на каком теплоходе по моему из питера на валаам пошли там круиз несколько дней туда-обратно и вот они у них днем вышли первый день вечер народ на теплоходе то есть но как бы там на улице прохладно и поэтому по упал эти господи да по палубам народ то гуляет мало у них была каюта по моему на средней палубе средней до средней по моему палуба главное потом по выше средней идет до самая такая проходная она с большими такими широкими проходами там скамеечки стульчики и плетеные вот эти со столиками есть вот и они там вечерком расположились солнце на закате все так наканула беру снимают так общаются и они уселись как раз под своим окном своей каюты кошечка так открыли у них там на столике стоит его коньячок так у них там салями нарезанные там ой сырокопченка по моему было так немножко и так сидят таки балдеют раз эту закуточку достали на тарелочке сели тут по конечку таки налили бутылка там в каюте руку протянул в окно раз налил поставил здесь чтоб пузыря тут не было ну мало ли чё и так сидят такие душевные беседуют сука ёбаный в рот блять а вот падла ебучая выбросила меня игра самое что интересно игра ты выбросила но сама-то игра ехала дальше и получается что я то полетел блять во все тяжкие разъебашивать свою машину сука сука вот тварь болеть ну как это называется вот зараза блять нет слов давай сфоткаемся что так ну что надо ехать дальше бывает такая херня случается выбрасывать тебе игра и это как бы не особо зависит от того какие моды у вас установлены меня вот кроме этого музыка кроме интера которые следующий будут следующий буду брать у меня вообще ничего не установлено вот сразу ну и как ты вот такое предотвратишь до тебя после игра выбрасывает и все до свидания у тебя ничего не работает и пока ты пытаешься зайти в игру по новой а машина полетела свободным ходом мать ее без управления это нашли как водилы только бам и вырыбался за рулем тарахтит родненькой что-то я пасил конкретно здесь вообще давай родной давай но так так мили же осталось то немного почти 5 соточка я думаю сзади не то реально сделать время у нас еще восьми часов нету почти что восемь держитесь правее затем съезд справа съезд справа так все хорошо Так, коробка у меня ручная, Rood Logitech G27 и вместо обычного набалдашника, у меня стоит ручка КПП от Scania Shifter, приобретенная в группе КАМАЗ Проджит ВКонтакте. Держитесь левее. Так, нам сюда. И направо. Воу, 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 воу! Газу, газу, газу. Сейчас нормально FPS. Там, видать, настолько просадка идет из неоптимизированной карты. Вот народ советует, пишут. Я понимаю, ребята, что это за трафик по Америке. Блин, если я добавлю трафик, мне кажется, у меня FPS вообще тут уляжет. Ну, вот на обычных дорогах, да, нормально. Вот сейчас я где проезжал, там Норфол был, да, там был FPS, блин, до 30. Если я добавлю трафик, все, у меня и все, игра умерла. Как вы будете смотреть? При таком FPS даже повернуть нельзя. Так, ладно, сделаю эксперимент какой-нибудь, посмотрю. Так, вот дает на местное значение. Если там FPS будет садиться, хотя бы там где-то 50-40, добавлю трафик и чисто так прокачусь, посмотрю, как сильно это влияет. Ну, трафик можно добавлять по-разному, конечно. Можно в два раза добавить, можно в десять раз добавить. Держитесь, левее. Фредериксбург. Welcome. Как скажешь. Welcome, так Welcome. Так, я разогнался так, чтобы мне дождись. Держитесь, левее. Догонять никто не хочет. Не стоит пытаться. Секундочку. Мы едем, 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 едем вдалеке. Хорошие соседи, отличные друзья. Газу, газу давай, газу. Да, конечно, все-таки и равнины, равнины, равнины. Вообще-то в этих местах нет такой ровной дороги, как нам здесь вот так вот показано. О, бля. Вот чего я и боялся. Просто вот поляна, дорога, без всего. Во. Это вот эта территория Коста-Кост. Я нихуя не понимаю. Вот, товарищи, кто занимается Коста-Кост. Вы зачем такую сетку замутили, но, сука, она такая бедная. Вы хапнули такую территорию, которую... Затем съезд справа. Ага. Навигация пока держится, сука, левее. Съезд справа. Да. Вот это меня расстраивает, такая тема. Вот смотри. Так, давай внешку покажу тут вообще. По внешке вообще пиздец полный. Вот это вот галимая жопа. Галимая. Валяха, муха, я с внешки не могу нормально ехать. Боже мой, ну что это такое? Зачем хапать такую территорию? Ну, блядь. Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. Начните с чего-нибудь, скажем, да. С чего-нибудь начните где-нибудь там с Канады, где-то вот Аляска. Понятно, что Аляску в ближайшие вообще, наверное, лет 20, блядь, ССС делать не будут. Такими темпами они, сука, еще 50 лет будут делать Америку, Канаду, сука, и Аляску. Начните делать вот это вот свой Коста-Коста где-нибудь там с Нью-Йорка. Ну и делайте аккуратно, классно. А до Нью-Йорка сделайте просто там телепорт, я не знаю, паром, сука, из Лос-Анджелеса. Еще там что-нибудь сделайте, ну. С другой стороны, конечно, нахереб это надо. Да, блин, тогда вот раз такая тема пошла, раз сейчас ССС развивают Соединенные Штаты, за Канаду никто не берется. Есть классная Мексика. Блядь, почему сделали классными Мексику? Почему нельзя сделать нормальную, почему нельзя сделать нормальную Канаду? Там до хрена красивых мест, просто обалдеть, там столько всяких речушек, мостков, мостов этих, таких-то гор там еще, я не знаю, там много очень красивых мест. Один такой хайвэй, как его называть, чикен хайвэй, он по-моему в Канаде находится, не на Аляске, да? Вроде так. Блин, обалденный, красивый, классный. Сука там, там такие места. Нет, все одно и то же. Я понимаю, почему у меня просмотры падают, потому что я поехал по территории, которая нахуй никому не нужна. Которая никому не нужна, которая никому не интересна, люди не хотят это смотреть. Как только я захожу на Россию, про МОЦ, РосМАП, что-то такое там на КАМАЗах, на МАЗах, вот на этих, все просмотры полетели. Как только я зашел на сыровку, вообще просмотры валом. Сейчас у меня 15 тысяч просмотров, а когда ходил по сыровке 25 тысяч просмотров. Есть разница, блядь, в два раза почти, да? Согласись. Но я-то хочу, ребята, здесь прокатиться и вам показать, что вам делать не надо, что вам не надо покупать. Ну, вот что это, сука? Ну, это пиздец. Вот Канадрим она так же выглядит, вот таким же дебилизмом. Я в тот раз ездил, матерился, а если хотите поматериться со мной, а поехали. Вот я проеду разок, я посмотрю, стоит, не стоит сюда заходить и просто на Мексику скатаюсь вниз, Мексику все обойду, там есть много красивых мест, Мексика сделана великолепно, просто обалденно. Да, конечно, местами там жрет ФПС, оптимизации там местами нету, но, блин, там все очень красиво, там нет вот таких, сука, окрестностей по дороге. Нет там такого вообще ни разу. Поэтому, друзья, значит, что мы сделаем, вот я все-таки проеду по Канадрим, я себе покажу и вам покажу, что эта карта говно. Вот это не вся сборка, а именно Канадрим это говно. Ничего там не поменялось. Ну, если поменялось, если что-то меня приятно удивит, хотя сто процентов я уверен в том, что этого нихуя не будет. Не-не-не, о, блин, мылом кому рот помыть. А что, весовую прошли? Ха-ха-ха, всем по. А нам все это как-то ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, сохраняемся почаще. Так, вообще-то 11 уже. Давай-ка, друг мой, встаем на обед и... Ага. Да, ехать нормально еще нам. Ну, здесь далеко, тут и... Так, тут и весовая, тут и тракстап. Ну, здесь не годится. Так, значит все. Вот следующий тракстап. Заходим. И встаем на обед. 293 мили до цели нам осталось. Да так-то это вообще ерунда. Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. На 10 миль превышая скорость. 65 здесь, мы 75 херачим. Держитесь прямо. Как-то так. Да, сейчас быстро дойдем до тракстапа. Быстренько сейчас дойдем. Встаем на отдых. Ух ты, 81. 65 ограничений, я тут бешеный фредлайнер. Несется, блин, с лоубоем. Да, вот такой кенворд с такой цистерной вообще не канает. Вообще мавитон. Абсолютабл. 389-й флаттап с такой цистерной, вот как эта сейчас прошла справа. Вот этот самый топчик будет. Даже кеша 900 не канает. Но вот флаттап Петруха, самое то. Еще зависит от размера с палки. Чем короче, тем круче. Такие сцепки очень хорошо ценятся в Техасе. Там много нефтянки. Вот сейчас Петруха шел с этим. Скажите, как называются прицепы с разгрузкой с нижней? Хоппер. Тоже VNL, Volvo и Хоппер. Ну, ребята, это такой мавитон. Пипец. Я когда, скажем, вот на этом траке еду, да, я не возьму себе груз, скажем, если мне туда не надо, какая бы выгодная цена была, не возьму себе, скажем, цистерну низкую. Опа. Так. То есть я стараюсь брать груза, которые как бы сочетаются более-менее вот с этим траком. Сочетаются? Сочетаются. Так, 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 так. Так, тут скейл. Ага, нам туда не надо. Да. Так. Хоу-хоу-хоу. Так, давай-ка я вот здесь стану. С краешку аккуратненько. Нет ни одного знака, который бы мне это запрещал. Тем более у меня длиннющая сцептичка. Да-да-да-да. А, это быстрое обслуживание. Ха-ха, сука. А, я уже все, я никуда не… я никуда не поеду. Не-не-не-не. Я с таким прицепом, ну куда я запаркуюсь А она, кстати, все равно не работает Не-не-не, все Все, до свидания Значит так, идем на обед Пожрем фастфуда Каких-нибудь там крылышек, бедрышек Может быть, возьму куриную грудку И эту опасную, страшную Кока-колу со льдом Значит, вот так, до часа бедры Ну что ж, друзья, спасибо всем за просмотр Спасибо, что были со мной Оставляйте комментарии Оценивайте это видео Подписывайтесь на канал Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода Следующих новых видео Переходите по ссылкам под этим видео На мой плалист АТС И на мою страницу ВКонтакте ВКонтакте полно скидывов по Евротак По мерке, по суровой России И также, если вас интересует эта карта По ссылке, вы найдете По ссылке под этим видео Вы найдете видео Где объясняется и разъясняется Что это за карта Как ее создать, установить И прочее, прочее, прочее Там есть, как бы, свои нюансы Заходите, друзья, смотрите Ну что ж, всем спасибо Всем пока, увидимся До новых волнующих Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!